Добрый день, Михаил Денисович. Здравствуйте. Михаил Денисович, календарный год практически, можно сказать, уже подходит к концу. И хотелось бы вас спросить, пока вы на студии, какие итоги деятельности вас, как депутата Народного хурава, как члена Одного комитета Народного хурава, вы можете подвести сейчас уже? Я являюсь членом комитета по межрегиональным связям. Наш комитет отвечает Народному хураву за много направлений. Это молодежная политика, спорт, культура и межрегиональные связи. В основном я работаю по спортивному направлению. Хочу немного рассказать о тех достижениях, может быть, успехах, которые за эти годы нам удалось достичь. Благодаря настойчивой работе председателя нашего комитета Валерия Фрубовича Доржиева, который, к сожалению, сейчас покинул на высокий пост, депутатам нашего комитета удалось добиться принятия республиканского закона, который поддерживает спортсменов, занявших призовые места на Олимпиадах, Паралимпийских играх. Они в настоящее время ежевечно получают денежные вознаграждения в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Также в прошлом году мне удалось с помощью многих депутатов Народного хурала добавить к этому списку получателей, призеров и победителей игр Дружбы 84, которые еще в советские годы были приравнены к Олимпийским играм. Надежда Константиновна Мироманова, наша заслуженная, мастер спорта СССР и России, сейчас получает такую же денежную доплату к своей пенсии. Также в настоящее время разрабатывается вопрос о том, чтобы расширить этот список. Буквально на днях мы встречались с представителями министерства спорта Республики Бурятия, обсудили те направления, которые можно поддержать наших выдающих спортсменов, которые сейчас вышли на пенсию. Я имею в виду в первую очередь чемпионов мира по олимпийским видам спорта. И заслуженных тренеров СССР в первую очередь, и может быть даже России. Тех, которые воспитали заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, тех людей, которые прославляли нашу республику. И сейчас, выйдя на пенсию, они достойны того, чтобы наша республика оказывала им всяческую поддержку в виде доплаты к пенсиям. Именно тем людям, которые вышли на пенсию по старости. Министерство спорта и наш комитет сейчас список тех лиц, которые могут получать такие доплаты, разрабатывают. Мы смотрим историю нашего спорта, сколько таких претендентов. И исходя из количества получателей потенциальных, мы, конечно, будем все эти наши действия обсуждать и ждать одобрения со стороны комитетов народного хорала у нас. Кроме нашего комитета, еще пять комитетов народного хорала. Всего правительства республики Борятия. И с этим предложением выйдем к главе республики Борятия на сессию народного хорала. Если будет одобрение, то я думаю, что с будущего года наши выдающиеся спортсмены и тренеры могут получать определенную заплату к своей пенсии. Поддержка уже действующих спортсменов, в том числе именитых спортсменов, это очень хорошо. Но что делать вообще для подрастающего поколения? Просто я сам живу в поселке Межзавод, который входит в состав 24 округа, депутатом которого вы являетесь. Планируется ли вообще строительство каких-то спортивных объектов, чтобы подрастающее поколение могло где-то тренироваться, заниматься спортом, ну и как-то снизить криминогенную составляющую этих отдаленных микрорайонов города Анады. Да, я думаю, что поддержка спорта спортсменов является центральной задачей всего нашего правительства, депутатов народного хорала. Последние годы, благодаря усилиям Министерства спорта, главы нашей республики, мэра города, строится очень много стадионов, в том числе и на моем избирательном округе, который распространяется от Кирзавода и до Морзавода. Включает в себя поселки Верхняя Березовка, ПВЗ, где мы сейчас находимся, часть ПВЗ Нижнюю, Матросовая площадка, Новый Зеленый, Старый Зеленый, Зеленхоз. В этом году вовсе республиканского бюджета мне удалось построить стадион на Кирзаводе в школе номер 38, буквально на днях вместе с директором школы Валентина Сахронова Турухаеву мы, подрядчиков, приняли этот стадион. Сейчас идет передача стадиона, комитет по образованию города Ланда, тоже там большая комиссия, все прорабатывает, просматривает, все экспертные оценки будут изучаться. И я думаю, что в будущем году, в связи с тем, что у нас ковидная ситуация, дети практически не занимаются спортом, контактные виды спорта запрещены на территории республики Берези. С будущего года дети Кирзавода будут с удовольствием заниматься на новом партийном стадионе, который включает в себя футбольный поле с искусственным покрытием, беговые дорожки с резиновым покрытием и прыжковую яму. И, конечно, хорошее освещение, ограждения соответствующие. Все безопасно, красиво, я думаю, надежно. Подрядчик берет на себя обязательств 5 лет содержать стадион в хорошем состоянии. Также в школе номер 22 на морозаводе строится самый большой стадион в республике Берези на федеральные деньги, на 28 миллионов рублей. Тоже я каждый день прочитываю с подрядчиком, который обещает, что до середины ноября данный стадион будет построен. Такой же стадион примерно строится и в лагере «Зорька» на Верхней Березовке. В лагере «Зорька» работы идут более быстрыми темпами. И к 1 ноябрю подрядчик обещался уже его построить фактически. Насколько я помню, совершенно недавно с нашим экспонентом Атоном Симоновым вы выезжали на несколько спортивных объектов, проверяя их качество. Ну как сейчас, подводя итог, то, что вы очень часто сами выезжаете на эти объекты в составе комиссии Народного хороа, либо с депутатами городского совета. Какого качества вообще от этих объектов строительных? Бывают ли какие-то нарушения со стороны подрядчиков и быстро они их устраняют? Либо наоборот наблюдается какая-то тенденция, что где-то пропускают сроки? Многое, конечно, зависит и от подрядчика, и от заказчика, и от тех людей, которые будут пользоваться данным спортивным сооружением. Допустим, на кирзаводе я работаю рядом со школой номер 38. Я практически каждый день выезжал на место стройки, сам проверял качество прокладки, укладки фундамента, заливки бетона. Где подрядчики, может быть, менее профессиональные. Я думаю, что с помощью нашего стройзаказчика, данные погрешности будут устранены. Средство всех этих объектов, насколько я понимаю, возможно, стало благодаря реализации национальных проектов, которые инцидированы Владимиру Владимировичу Путину, либо здесь еще есть заслуга и депутатов Народного хороа, и депутатских наказов. Дело в том, что на выполнение наказа у наших избирателей, допустим, в прошлом году из-за республиканского бюджета депутату Адамодатнику выделялось около 13 миллионов рублей. На эти деньги мне удалось построить стадион на территории школы номер 38 на кирзаводе в сумме 8 миллионов рублей. И примерно такая же сумма, я думаю, пойдет уже в 2021 году на строительство стадиона в футбольном поле в школе номер 46. Ну а, конечно, те большие строки, которые идут в 22-й школе и в лагере «Зорька», это только на федеральные деньги. Ну и республиканский бюджет по целевой программе тоже строит достаточно много объектов. По дальневосточной единой субсидии у нас строится лукодром, сейчас ледовый дворец строится. Но я думаю, что спортивного объекта у нас в республике за последние годы сдалось столько, сколько не сдавалось вообще за предыдущие десятилетия. Так, хорошо. Наверное, о спорте слегка отличемся и поговорим с вами о вашем округе. Я, насколько знаю, это довольно-таки проблематичный округ, там очень большой частный сектор. И вы недавно выезжали туда для проведения совещания. Что вообще расскажите об проблемах своего округа и как их вообще можно решить? Округ очень большой по размерам и в каждом микрорайоне свои проблемы. В основном это касается качественной холодной воды. Ее отсутствие, конечно, очень обращает жизнь жителей моего избирательного округа. В прошлом году при помощи федеральной программы «Чистая вода» был проложен водовод от марш-завода по частному сектору до улицы Комарова 100. Многие жители этого частного сектора подключились к холодной воде. В этом году с помощью республиканского бюджета и города Улан-Удэ нам удалось продлить этот водовод уже за свой бюджет на 250 метров до поселка Новый Зеленый, где находится 7-8 многоэтажных домов, где жители 27 лет ждали качественную воду. Мы ее наконец проложили и вот в октябре жители уже стали мне звонить, благодарить за то, что холодная вода хорошего качества уже появилась в них в городах. С помощью мэрии города, администрации железнодорожного района, я думаю, нам в ближайшие годы удастся наладить хорошее транспортное сообщение, сделать хорошую качественную дорогу в обход стрелки. Это будет проходить дорога Нима, 502-го километра, будет проходить к Стальмасу и выходить на поселок Матрос в улице Шевцова. Но вы как депутат очень часто, насколько я понимаю, принимаете наказы избирателей. Как вообще к вам могут обратиться избиратели? Часто ли они обращаются? И какие основные их проблемы, обращения, которые они вам рассказывают? Избиратели обращаются практически каждый день. У меня работа, офис находится на моем избирательном округе, на кирзаводе. Люди приезжают, обращаются. Ну вот на днях приезжала делегация, спецов 2-го километра, они обратились, чтобы сделать асфальтирование их придомой территории. Жители поселка Верхний Березовка просят привезти в тоже холодную и качественную воду. Такая проблема у нас стоит, я говорю, по всему микрорайону. Хорошо, тогда отречемся и депутатской деятельности. На столе я сейчас вижу медаль. Что это такое отрядом с вами? Да, у нас в республике есть уникальный атлет. Я думаю, что такие люди рождаются раз в сто лет, может быть даже больше. Михаил Асташов. Я с ним несколько лет назад начал бегать в сельхозакадемии. Я удивлялся, как человек без рук, без ног одевает протезы советского образца. Кровь все стирает себе, последние остатки ног выше колен. Но все равно бежит быстрее меня. Потом, когда я с ним ближе познакомился, я узнал, что он кроме бега занимается еще и плаванием. Он оказался чемпионом России уже по плаванию неоднократно. Вот 3-4 года назад он начал заниматься триатлоном. Стал чемпионом России по триатлону и в этом виде спорта. В этом году, буквально в сентябре, только за сентябрь этого года, когда было небольшое окно, где были разрешены соревнования всероссийского масштаба, он завоевал 5 золотых медалей на чемпионатах России по велогонкам на шоссе, на треке и выиграл чемпионат России по триатлону. Также у меня сейчас Михаил мне, ну, оставил, может быть, на память свою золотую медаль, которую он завоевал на Кубке мира в Алании, в Турции по триатлону. Вот такая очень красивая медаль. Он ее завоевал в 2019 году. Сейчас он должен набрать определенное количество баллов, чтобы завоевать путевку на Паралимпийские игры в Токио. Для этого он уже в этом году стал призером Кубка мира по триатлону в Австралии. Должен поучаствовать сейчас в Кубке мира в Рио-де-Жанейро еще в нескольких крупных стартах, чтобы набрать достаточное количество баллов. И одновременно он занимается велогонками и является членом сборной России по велогонкам. Об этом человеке я рассказал месяц назад главе нашей республики Алексея Самбовича Цеденову во время его работы на базе «Снежинка». Он заинтересованно все выслушал. Вообще, хочу сказать, что помощь именно нашего главы республики спорту Бурятии, она колоссальная. В прошлом году, вот в это же время, он нас собрал, спортсменов, тренеров, членов комитета профильного народного хорала. И сказал, что он принял решение увеличить финансирование в предолимпийский год, 20-й, всем федерациям республики Бурятия с 27 миллионов рублей до 80 миллионов рублей. И это обещание было выполнено. Сейчас федерация республики Бурятия получает достаточное количество денег, чтобы развивать спорт. Игорь Денисович, к сожалению, время программы подходит к концу. Вы можете воспользоваться возможностью обратиться к нашим телезрителям? Вот наше непростое время попросил бы всех наших жителей из Фолька Бурятия соблюдать все меры предосторожности. Очень много моих коллег, депутатов болеет сейчас. Очень много знакомых, коллег. Надо беречь друг друга, соблюдать все меры предосторожности, одевать маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Прошу, чтобы все меры предосторожности, которые нам говорит Минздрав, были соблюдены и нашим молодежи, и старшим поколениям. Мы должны беречь друг друга. Хорошо. Михаил Денисович, спасибо вам большое за это интересное интервью. Уважаемые телезрители, всего доброго, берегите себя. Спасибо.